Коллеги, мне бы хотелось продолжить тему исследований, показать данные по уже хеликобактерной инфекции и почему мы сочли возможность привести слайд, посвященный ковиду в этом разделе. Потому что, да, действительно, мы уже в этом убедились, что ковид проявляется практически у половины пациентов из гастроинтестинальных симптомов. И, наверное, повезло тем, кто прошёл эрадикацию хеликобактер пилори, потому что эти пациенты получают не только антикоагулянты, но они получают анистероидные противовоспалительные препараты, порой в запредельных дозах. Поэтому тем, у кого нет хеликобактер, можно считать, повезло в большей степени, у них минимизирован риск желудочно-кишечных кровотечений, по крайней мере, связанных с хеликобактером. Итак, учитывая дефицит времени, я позволю себе очень кратко остановиться на самых таких злободневных проблемах. И давайте посмотрим, какие же ошибки на этапе диагностики для нашей страны характерны. Если во всём мире обсуждается вопрос гиподиагностики, то в нашей стране мы обсуждаем в полной мере гипердиагностику. И в этой аудитории, которая, как мне кажется, преимущественно представлена эндоскопистами, мне бы хотелось обратиться к эндоскопистам и сказать о том, что зачастую наши пациенты страдают от некачественных методов диагностики. И я не пытаюсь никого обвинить, это наша реальность, и мы должны понимать, что мы работаем разного качества тестами, порой даже с доворощенными, проводя уриазные тесты. И зачастую у нас пациенты несколько раз проходят курс эрадикации, хотя, может быть, у них и не было хеликобактер пилори. И вот что показал регистр? Почти полторы тысячи пациентов были внесены 150 врачами. Вы видите, вот этот метод, который даёт максимальное число ложноположительных результатов, использует 30% наших наивных пациентов, то есть тех, которые к нам попали впервые для того, чтобы получить курс эрадикации. Из них, судя по тем данным, которые мы провели, мы сопоставили у 130 человек результаты пяти разных методов диагностики. Оказалось, что если строить тактику лечения только на быстром уриазном тесте, то, уважаемые коллеги, это очень расстроило всех. В 50% случаев эти пациенты не нуждались в эрадикации, потому что у них не было хеликобактера. И так аккуратно с методами диагностики. Теперь следующий момент, на котором хотелось бы остановиться, на распространённости инфекции. Давайте почитаем наш основной документ, у которого максимальное количество цитирований. Это клинические рекомендации РГА по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции 2018 года. И вот основное положение, которое постулировано, что распространённость хеликобактера в России составляет 65-92% среди взрослых. Да, безусловно, вы скажете, что наша страна большая, но обратите внимание на минимальную цифру, 65%. А вот это данные наши. На сегодняшний день у нас более 20 тысяч пациентов обследованы. Это пациенты с диспепсией, с жалобами. И мне бы хотелось, чтобы аудитория особый акцент сделала на том, что это не здоровые люди, это не популяция, а это пациенты. И среди пациентов только 42% было инфицировано, когда мы использовали стандартизованную методику C13 уриазно-дыхательный тест. Я думаю, что если бы протик принимал участие в наших диалоге, то он бы сказал о том, что да, в Америке это референс, который используют все для диагностики хеликобактерной инфекции. И любопытные данные по врачам, они не столь оптимистичны, сколько в целом по инфицированности наших пациентов, потому что мы видим, что инфицированность врачей на 50% в каждом регионе выше, чем инфицированность пациентов. Это заставляет нас задуматься, мы сегодня говорим о ковид-инфекции, но может быть, может быть сейчас подумать о том, что вероятно врачи, а особенно эндоскописты, заражаются каждый день и хеликобактерной инфекцией прежде всего. Поэтому мы надеемся, что скоро пройдет эта эпидемия, скоро мы вернемся к нормальной жизни, и мы снова будем с вами думать о том, как защитить себя уже от хеликобактерной инфекции. В первую очередь гастроэнтерологам и эндоскопистам. И последний момент, на котором хотелось бы остановиться, это какие варианты лечения. Делимся с большим прискорбием этим слайдом. Почему? Потому что исследование показало, что на полутора тысячах пациентов врачи испробовали 124 разных варианта схемы. Чем они отличались? Порой дозой, режимом дозирования, частотой дозирования. Компоновкой разных препаратов. И так это заставляет задуматься и понять, что все-таки мы далеки от стандартизации, несмотря на все рекомендации и число их цитирования. И еще один важный момент. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что резистентность к ларитромицину зашкаливала. И вот это наши данные 2015 года, когда мы посмотрели на 50 чистых культурах, а для бактериологического исследования хеликобактер пилори – это достаточно убедительные данные. И вот тогда, в 2015 году, уже резистентность перешла через эпидемиологический порог 15%, и она была 25%. Можно себе лишь представить с ужасом, что будет с резистентностью к ларитромицину после эпидемии ковида, когда стандарт лечения этой инфекции уже на ранних этапах входит азитромицин. Это макролидный антибиотик, который как раз-таки номер один по способности формировать резистентность к ларитромицину. И так это момент, на котором мы должны задуматься. И учитывая то, что резистентность прогнозируемо высокая, конечно же, нужно использовать все возможные методы для оптимизации режима в эрадикации. И давайте посмотрим, что РГА, да и в общем-то европейские рекомендации, МАКС-3 в пятой и в американских рекомендациях, об этом же речь. Что необходимо в первую очередь увеличить продолжительность терапии до 14 дней. Кроме того, необходимо назначить более современный ингибитор протонной помпы. Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание, что здесь есть РАБИПРОЗОЛ и ЭЗОМИПРОЗОЛ. И еще одна опция, которую мы уже давно используем и говорили об этом еще, когда не была такая критическая ситуация с резистентностью к ларитромицину, назначение высокой дозы ингибиторов протонной помпы. Итак, два препарата, это ЭЗОМИПРОЗОЛ и РАБИПРОЗОЛ, предложены в качестве препаратов, повышающих эффективность эрадикации. И вы видите, что по показателю нам бы не до 3, то есть количество пациентов, которым заведомо мы поможем. И этот показатель, он не только показывает целесообразность использования методики, но еще используется в фармакоэкономических расчетах. Так вот, если сравнить ЭЗОМИПРОЗОЛ и РАБИПРОЗОЛ, это исследование метаанализма Книхола, вы видите, что ЭЗОМИПРОЗОЛ имеет лидирующее положение. Итак, почему же ЭЗОМИПРОЗОЛ? Ну, здесь все легко объяснить. Исследование это проведено на оригинальном препарате НЕКСИУМ. ЭЗОМИПРОЗОЛ и КЛАРИТРОМИЦИН взаимопотенцируют друг друга. Это синергидный эффект, который позволяет повысить концентрацию не только ЭЗОМИПРОЗОЛа, а для нас важная высокая концентрация ингибиторопротонной помпы, мы говорим о двойных дозах, но и повысить содержание КЛАРИТРОМИЦИНа, что позволяет в ряде случаев, если это не генетическая резистентность, повысить эффективность эрадикационной терапии. Поэтому я присоединяюсь к тем слайдам, которые показывал Сергей Владимирович, и показывал эффективность именно НЕКСИУМа, оригинального препарата. Действительно, в настоящее время мы имеем такую возможность использовать НЕКСИУМ, и это особенная мультипартикулярная система. Мы пробовали растворять, действительно очень хорошо всё растворяется и хорошо работает. Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас ещё есть возможность по доступной цене назначать оригинальный препарат фактически по цене дешёвого дженерика. Мне бы хотелось в заключении показать то, куда мы движемся. Итак, мы движемся в панрезистентность, мы входим постепенно в постантибиотическую эру. И американские наши коллеги проявили вот такое первенство в тех идеях, которые впервые высказали наши японские коллеги. И они уже в своих рекомендациях 2017 года ввели такую опцию, как высокие дозы ингибиторопротонной помпы и амоксицелина на 14 дней. И в заключение мне бы хотелось сказать следующее, что можно сколь угодно много говорить о правильном, неправильном. Мы представили результаты общества гастроэнтерологов и гипотологов Северо-Запад, которые позволили говорить о том, что несмотря на то, что мы много говорим о проблеме хеликобактер пилори, мы много говорим о ГЭРБ, много говорим о пищеводе Барретта, но, к сожалению, порой ввозыны не там, и вы видите, что нам есть куда стремиться дальше. И мне бы хотелось цитатой закончить. «Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений» и задать вопрос коллегам, знаете ли вы свой хеликобактерный статус. Спасибо большое. Спасибо.